Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сказать, что я, конечно, практик, заместитель генерального директора УАО «НТО Инпульс». Нашему предприятию в этом году исполнилось 50 лет. Мы занимаемся системами специального назначения и выполняем заказы Российского авиационно-космического агентства. Я, конечно, еще раз хочу подчеркнуть то, что я практик и могу сказать то, как говорится, то, что у нас есть на самом деле. Я выпускница ЛУТИ и закончила факультет радиотехники, а потом закончила университет в Санкт-Петербургской факультет психологии. И сначала я в первые годы занималась как раз разработкой техники и сегодня, в последние 10 лет, занимаюсь управлением персоналом. Что я могу сказать? Конечно, однозначно нам легче работать с технорями, с классическими технорями. И легче, то есть практически из тех технорями, которые к нам приходят, не все ребята дальше хотят продолжать свое деятельность, разработки, иметь дело с технической продукцией. Многие из них хотят переквалифицироваться, а многие из них вообще просто желают получить вот так вот второе высшее и стать либо экономистом, либо службу управления персоналом, либо какие-то вот там сферы, ну, такие деятельности, сопутствующие разработки. И практически нам нужно сегодня, ну, 3 до 6 месяцев, чтобы из классического техноря получить очень хорошего и грамотного экономиста. И в этом нам помогает, конечно, в первую очередь как раз БТУ. У нас с вами прекрасные связи. Мы занимаемся с факультетом повышения квалификации. И вы нам получаете прекрасные программы. И как раз мы у вас заказывали программу под нас ориентированную и по переподготовке 700 часов, то есть это немало. И я хочу сказать, что, конечно, относительно базового такого классического образования, мы сегодня в основном делаем ставку на технические специальности. Что касается, нужны ли технорям коммунитарные предметы, вот коллега, который ушел очень яростно, выступал, Валентин Александрович, да, 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 от которого вы приняли на себя всю, можно так сказать, всю активность, он говорил, не верю, не верю. Ну, понимаете, верим мы или не верим, да, но от нас ничего не зависит. Личность рождается дважды, уже как личность. То есть это первый момент, это когда человек переходит еще в дошкольном возрасте, когда он приобретает ценности семьи, да, и, в общем-то, он приобретает это еще неосознанно, на подсознанном уровне. И второе это, это как раз подростковый возраст, который, можно сказать, заканчивается у нас, ну, да, в 21, там, в 23 года, тогда, когда человек уже формируется как личность по собственному выбору. И вот это вот пирогене до логических уровней, которые у него выстраиваются, хотим мы этого или не хотим, то есть либо она все равно выстраивается. И поэтому либо мы будем заполнять вот это, кто я, свою миссию в этом мире, да, свою миссию в этой стране, свою миссию в этой организации, также ценности какие-то, почему я так поступаю, почему мне нужны какие-то знания, все равно, то есть святое место после не бывает. Если не заложат сегодня вот эту вот пирамиду, она, в общем-то, не лингвистическая, про пирамиду, так можно сказать, да, то есть если не заложат ее сегодня ГОСТ, то ее заложат другие какие-то структуры. Что и происходит. Что и происходит. А происходит это в лучшем случае, это пола, пицца, секс, это в лучшем случае. А в худшем случае, да, это уже целенаправленная деятельность, когда идет. Другие какие-то структуры. Поэтому здесь можем мы верить, можем не верить, но я как раз вот хочу полностью поддержать вашу позицию, сказать о том, что сегодня это будет убийственно просто для нашей, ну, в первую очередь, страны, если мы не обернемся и не посмотрим на то, действительно, какими ценностями обладают наши выпускники. И это сегодня наша задача формировать вот их мировоззренческую позицию. Поэтому я что хочу сказать. Во-первых, я хочу поздравить, например, с 80-летием, несколько вам поклониться. Действительно, ребята прекрасные, прекрасные ребята. Им очень не хватает сегодня коммуникативных навыков. Да, действительно, у них, возможно, вот у технолей есть такая позиция, как заниженная самооценка. Потому что, ну, что, вот, ну, я не знаю, там другие вузы, говорят, да, ну, вот с другим. Один человек приходит, говорит, я могу все, ну, вот это гуманитар такая. Поэтаправлено. А тут вы, говорит, технолей, я ничего не могу, я просто политех закончил. То есть, ну, все, он просто, да, он просто закончил на политеху. Поэтому, конечно, ну, вот сегодня у нас на предприятии, так как я все-таки психолог, я всегда психологических навыков, я провожу с ними, у нас есть система адаптации. Мы с ними проводим тренинги коммуникативных навыков. В первую очередь, для того, чтобы их так вот друг с другом познакомить, чтобы вести их в их коллектив. Второе, в принципе, конечно, сегодня наши выпускники, ну, ваши выпускники, наши коллеги, уже, они, мало того, что сделать, им же нужно сдать эту продукцию. Но как ты сдашь эту продукцию, если ты не можешь ничего сказать? Как ты можешь это сделать? Да никак. Как ты можешь поставить правильную задачу, если у тебя не раз это вот это вот? Как ты можешь, собственно говоря, что-то доказать, какие-то аргументы, если ты сократно причинен, правильно? Ну, то есть, вот, сказал, не узнал, скажем так, систему аргументации. Я не философ, а здесь, конечно, могу подвергаться критике, я согласна, это вы слушаете с удовольствием. Но мне хочется подчеркнуть, что все-таки в первую очередь мы воспитываем людей. Вот людей, как они будут понимать, что они счастливы? Ведь это тоже очень важно. Тогда у них есть мотивация работать, и работать в том числе и в обороне промышленном комплексе. Поэтому спасибо вам большое. Мне хочется выразить надежду, что мы с вами вместе будем действительно делать не просто какую-то локальную задачу решать образование, а задачи намного выше. То есть это, в общем-то, это наше дальнейшее сосущество. Спасибо большое. Спасибо.